О, я как раз ищу еще одного игрока. Не хотите попробовать себя в роли вратаря? Ну, я, конечно, хочу в такой сборной попробовать. Пойдем играть? Конечно, пойдем. Вот так же уверенно и вперед. Или как там у вас у армян говорится? Хайр-арач. Здравствуйте, меня зовут Владимир Рутиня. Здравствуйте, Владимир. Вы в прошлом занимались футболом, да? Да. А вы не знаете, случайно, Владимир, может, вы мне объясните? Я вот не могу найти ответ на один вопрос. А почему бывших футболистов так тянет в шоу-пизнес? Говорят просто так, что если талантовый человек в чем-то, то он талантлив во всем. Меня зовут Владимир Рутинян. Мне 23 года. Это мой любимый ученик, Рутинян Владимир. Самый, наверное, с начальной школы. С начальной школы он пел и учился хорошо. Но иногда, иногда по математике у меня были, были. Но это иногда. Редко случалось, что у меня получалось там два или, может быть, ниже. Вот это моя парта. Я за ней просидел. Наверное, 4 года мы вместе сидели с Юрой. В детстве я занимался футболом. Так как я из города Борисова, стыдно не попробовать себя в этом виде спорта. И у меня все отлично получалось. Но, к сожалению, моим мечтам в этой сфере сбыться не суждено. Случилось так, что я получил не очень приятную травму и посчитал это за какой-то знак о том, что нужно уходить в музыку. Очень часто у меня так получалось, что я занимал именно второе место на всех конкурсах. Но я это воспринимал так, что всегда есть к чему стремиться, всегда есть над чем работать. Я поступил в университет педагогический БГПУ имени Максима Танко. На факультет эстетического образования. И до сих пор продолжаю там учиться, только уже в магистратуре. Вот, это моя комната. Я здесь живу, учусь, зубрю, пою, репетирую, провожу с друзьями время. Я сам по себе очень педантичный человек. Я люблю, когда все вещи лежат в определенном порядке, на своем месте. Для меня все мои достижения очень-очень важны. Я их храню, сохраняю вот в этой папочке. Каждый этот диплом мне достался работой, трудом. Открою такую тайну. Вот у меня есть друг Никита Белько, который всю эту, как говорится, школу, вот этот опыт прошел. И, конечно, говорит, иди, давай, 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 Володя. Я в тебя верю. Позвольте нам насладиться вашим выбором, и мы надеемся, что нам действительно это удастся. Хорошего выступления. Спасибо. А вот такой же крутой, как и ты. Володя, классный. Он еще и человек хороший, что самое главное. Отлично для меня, помимо всего. Отлично для меня, помимо всего. Мы послушаем немножечко, и ты станешь пятым судьей, и оценишь Володина пень. Ой, все фонарики зашли, как красиво. О, I'm asking why I let you go Now that I'm found A way to keep someone More than a broken one Ну, Никитос, давай всю правду. Я бы, конечно, да сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вы сейчас пели эту композицию, да? Все-таки я ждал мощнее подачи. Если вы берете за такой материал, распределите так свои силы, чтобы в конце, понимаете, с модуляцией ваш голос был с мощной подачей. То есть готовить нас нужно к финалу песни. А что получилось? Начало песни и финал был, собственно говоря, по подаче одинаковый. То есть вы пели красиво там где-то, но это все было очень ровно. Поэтому мой ответ нет. Мне очень, собственно, понравилось, но там один такой момент. Вот человек сейчас стоит, ну, он идеален. А когда он поет, у него с мимикой какая-то проблема. Лицевая мускулатура, да, перекос в одну сторону. И такая вот как бы, как вот, знаете, есть улыбка, а если осклабился чуть-чуть, да? Я не хочу тебя ни в коем случае. Я с большим уважением к тебе. Вот, ну, просто вот этот момент, он спорный такой. Я скажу сейчас да, потому что это все равно было очень круто. Для меня ничего тут спорного нет. Абсолютно. И что это было абсолютно предстательное исполнение. И это та композиция, которая не требует такой контрастной драматургии. Это баллада. баллада о чувствах, а не о страстях. И вы это очень тонко почувствовали. Музыкально это сделано просто отменно. Просто отменно. Тут, конечно, я говорю давнее всяких сомнений. Абсолютно. 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 Пока вы самое большое откровение для меня в этом конкурсе. Спасибо. Спасибо большое Владимир, ни в коем случае не хочется вас перехваливать Но есть ощущение, что вот такая скромность человеческая Она позволит ему слушать комплименты И продолжать работать, и не продолжать опускать руки Поэтому я говорю вам да Спасибо большое Спасибо вам большое Спасибо Каково тебе на сцене? Честно говоря, очень волнительно Но в конце, как говорится, знаете, аппетит во время еды приходит Уже как-то вот это бремя волнительности ушло И я начал уже получать удовольствие Поздравляю, удачи Спасибо вам большое Спасибо Никита Красавчик Спасибо 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 Редактор субтитров А.Семкин